привет друзья продолжаем цикл видео инструментарий про инструменты которые обязательно помогут начинающему и не очень автоэлектрику вот и очень бы хотелось там уделить кратенькое внимание такому инструменту как форска это очень доступный инструмент причем это не реклама мы с ребятами с разработчиками не сотрудничаем но вот мы лишь производим обзор инструмента который доступен начинающим работает она в том числе с использованием g25 34 интерфейса что такое g25 34 мы уже рассматривали вы можете пересмотреть наше видео ознакомиться с этим универсальным средством вот ну и хотелось бы показать вам интерфейс этой программу линки она очень поможет вам при работе с автомобилями от такого производителя как ford вот такой вот у этой программы незамысловатый интерфейс что надо было отметить что то что я уже сказал она работает через g25 34 интерфейс в том числе она работает с разными хвостиками это и ls 27 и ls 3 ел м 327 вот и собственно с g25 34 интерфейсами в данном случае мы видим что я могу выбрать любой из на которые у меня установлены драйвера на компьютере на данный момент мы подключились с помощью сканматик вот поэтому собственно он выбран как происходит соединение с автомобилем достаточно просто то есть мы выбираем эту вкладочку нажимаем вот сюда соединиться forscan получает информацию то есть она уже связалась с блоком управления двигателя мы видим вин происходит опрос памяти неисправностей различных блоков мы видим что зафиксирован код неисправности в блоке управления двигателя в блоке управления дверьми forscan предлагает нам сохранить лог по этому автомобилю мы откажемся не будем есть вкладочка digital trouble code стоишь коды неисправности где у нас есть список в блоке управления двигателем у нас есть код неисправности который гласит что после крайнего удаления кодов неисправности автомобиль не нагрелся до рабочей температуры и не все под мониторы отработали есть коды неисправности по блокам дверей вот в остальных модулях неисправности нет что мы еще можем пронаблюдать с помощью этой программы мы можем наблюдать текущие данные текущие данные из различных блоков которые мы можем выбрать вот из этого списка можем выбрать например блок управления двигателем и выбрать какой-то интересующий нас текущий параметр причем у нас есть подсказочки пояснение скажем так и это очень важно для начинающих да и скажу так которые теряются при виде какого-то большого количества текущих параметров мы можем выбрать какой-то и например выбрав его сюда нажатием вот этой клавиши и нажав галочку мы начинаем наблюдать его в нашем списке наблюдать отображение нажимаем play и мы видим что сейчас педаль тормоза у нас отпущена остановить отображение нажимаем сюда можем убрать его из списка выделив здесь и нажав сюда в принципе ничего сложного по нажатию на эту вкладочку мы собственно получаем доступ к тестам которые были предусмотрены разработчиками компании ford для этого автомобиля если зайдем сюда то получаем доступ к сервисным функциям которые также были предусмотрены разработчиками вплоть до и не целя за инициализации подставишь это противоугонная система на автомобилей ford иммобилайзер говоря более простым языком получите возможность работать с этой системой если у вас расширенная система расширенная лицензия на forscan в нашем курсе автоэлектрик диагност мы более подробно рассматриваем работу с этой диагностической платформой там мы программируем блок в том числе разбираемся более детально в следующей вкладочке у нас открывается возможность конфигурации автомобилей ford в так называемом формате s-build то бишь как построен да как завода тут собственно производится настройка комплектации порой это крайне актуально финализируем forscan очень необходимая программу линка особенно на начальном этапе вашего пути почему потому что во первых она условно бесплатная вы ее можете скачать и работать ей бесплатно если вы захотите получить там доступ к расширенным функциям вы можете получить бесплатно пробную лицензию двухмесячную и каждый раз ее обновлять соответственно из затрат вам понадобится только g25 34 универсальный хвостик которым вы будете работать с различными программами но forscan будет мощным оружием для работы с такой платформой как ford вот дальше уже невосредственно только ford ideas вот поэтому настоятельно рекомендую заиметь в арсенале и вы будете достаточно спокойной работая непосредственно с ford юзайте внедряйте ну собственно если хотите глубже то приходите на курс мы научим расскажем покажем